всем привет привет из белокурихи из усадьбы жар птица сегодня 29 апреля 2019 год и мы вот надумали прививать яблони у нас есть веточки разных сортов то вот которые мы осенью яблочки пробовали кто нас угощал вот и их мы хотим попрививать на имеющиеся у нас яблоньки и хотим попробовать прививку разными способами новыми такими способами вот женя выглядывал эти способы в интернете я старинными такими дедушкиным с кимими попробуем самая экстремальная прививка будет на ствол так не пробовал даже ни разу и не видел ни разу вот хочу попробовать на толстый ствол ну вот сейчас будем прививать способом вращелину вставлять садоводы на веточку но мы начинающие и мы любители примотал и растет да мы мы это делаем как от души с душой в общем примеряем и подрезаем чтобы у нас четко в размер было две веточки начинаем обматывать изолентой но эта веточка ждет своего места чтобы расти и радовать нас своей красотой вкуснотой сейчас в магазине продаются всякие прививочные ленты но мы по старинке изолентой я помню в детстве с дедом мы на даче прививали яблони и прививали их вот таким вот обычным способом при помощи приматывания изолентой и у нас удачно все получалось ну вот еще одна веточка привита а здесь мы привели веточку просто совмещая косые срезы как ты хочешь привить на ствол посмотрел в интернете вдруг работает интернет сейчас наше все сейчас будем пробовать волшебным способом вот тут волшебство все заключается в сверлышках ну на самом деле очень интересный способ и я думаю что у него будет самый результативный такой способ прививки в общем совпасть должны толщина веточки и сверлышка ну и потом вы уже догадываетесь что мы просверлим в стволе яблони дырочку и вставим туда веточку так а это что ты делаешь я снимаю кору до камбия вот этот вот зелененький слой это камбий соконесущий слой внутри древесина сама сердцевина древесина она прививки ролик как-то не играет сращивается за счет того что от яблони сок начинает поступать веточку по вот этому слою как там привой подвой все как-то так называется тут напомню к нам приходит шуруповерт где лучше прививать прививают там где нет ветки чуть-чуть зачищаемся там где проглядывает мы очень аккуратно делаем очень аккуратно засверливаемся засверливаемся не глубоко чуть-чуть сверлом большего диаметра даже не сверлом и ножом край вот этот камбия подчищаем интересно телефончик убери вживуляем веточку яблоньку это яблонька она у нас дичка на у нас вообще была подставка для для старой яблони то яблонь у нас уже очень старая она вся отмирает на ее потихоньку вырезаем обрезаем и вот решили все таки дичку это не выкорчевывать обновить до обновим ее прививкой разных сортов яблонь точнее здесь еще зачищает я больше подгоняю размер делаем так делаем так что начало карме на веточки на яблоки совпали собственно все теперь это надо будет замазать и готово чем замазывать садовым варом у нас его нет замажем садового вара у нас нет но мы же строим поэтому у нас есть дюрьметик наверное то же самое главное же закрыть место прививки рану чтобы туда не поступал воздух чтобы соки все циркулировали из ствола яблоньки в веточку и думаю что достаточно будет такой вот изоляции от воздуха наверное даже по логике еще и лучше чем вар ну вот следующая у нас прививка в поросль от яблони но это дичка получается так вылезла опять же таким вот срезом что в расщелину используемый для вот этого всего просто канцелярский нож секатор изолента и и все пробуйте и хорошее настроение ну да и вера конечно еще у нас вера в то что все получится ну и сейчас вот продемонстрируем еще один способ прививки с яблони дички мы посрезали ветки которые ненужные вот и в этот срез сейчас будем прививать яблони вот зачистили веточку и вставили ее в щелочку неправильно там вообще расщеплять не сильно просто поэтому я думаю что у нас все приживет все получится и будет вкусные яблоки у нас нас такого не было чтобы что-то у нас не росло или не приживалась здесь на латай вообще все землю вот книж могли бы даже на березу привить но ну и лучшее средство мы для себя нашли конечно помощника это герметик вот например посмотрите как привита веточка но тоже была спилена ветка и под кору подсунута маленькая веточка которую прививай вот пожалуйста посмотрите привиты веточки в спил там вот видно прям как там под кору и врачи и конечно же примат примотаны изолентой вот кору тоже да здесь вырез делал даже не в расщепа были в клинышко в общем самое главное но здесь тесновато вот тут хорошо здесь две веточки тесновато вот здесь же не говорит хорошо а там двум веточкам тесно двум веточкам тесно но из тех соображений что одна прирастет вторая если вдруг не прирастет то потом лишняя или яблоки попробуем одну уберем и герметик никакой садовый варк не заметит хороший строительный герметик вот вот это вот веточка тоже привита в отверстие в стволе но женюля хочет для подстраховки зафиксировать потому что сам только что ее задел а герметик еще не высох так чтобы хотя бы видеть это тоже привитая веточка вот так вот мы всю дичку от прививали вот так вот ствол будем прививать сверло в размер ветки я тоже вот сейчас задела да ну их вот надо будет их не видно видишь зачищаем кору шуруповертом делаем отверстие сегодня у нас 29 апреля 2019 года на улице градусов 15-17 пока снег не выпал надо срочно привить да снег у нас был два дня назад выпало наверное сантиметров 20 снега сегодня у нас понедельник на заведу тоже обещают снег посмотрите там цветочки хохлатка цветет желтенькая а вот медуница сиреневая вот мы спилили старую яблоню как раз видно спил и заготавливаем веточку для прививания зачищая по всему кругу примеряем чтобы она хорошо подходила отверстия если требуется значит еще подчистить ну вот ставили веточку и замазываем герметиком продырявили другую дырочку вот рядышком видите более маленького диаметра более более мелкого диаметра потому что она большая была поэтому сразу яблоньку подлечим эту дырочку тоже замажем вот привита еще одна веточка ну вот я Продолжение следует...